не хочу общаться и заводить знакомства тем более по тем более не веду соцсети вообще это нормально опять же у меня есть видео на моем канале можно посмотреть мне не нужно общение так ли это что с этим делать видео есть на моем канале можно посмотреть это видео здесь я тоже кратко про это скажу если тебе не хочется ни с кем общаться и ты себя чувствуешь максимально комфортно вечером днем и утром то есть тебя спокойно тебя не ломает тебе не тревожно тебе тебе не хочется общаться с людьми, то есть ты себя чувствуешь максимально комфортно, спокойно с самим собой, тебе не нужно общение. Все просто. Тебе не нужно реально общение. Тебе лично не нужно. Но если ты говоришь, я не хочу общаться, но при этом тебе бывает грустно, одиноко, ты бы хотел бы с кем-нибудь периодично хоть пообщаться, тебя тянет и ты чувствуешь, что ты теряешь контакт с людьми, то это называется избегающее расстройство личности. То есть ты создал механизм такой, да, психологический, что мне никто не нужен. На самом деле люди тебе нужны, просто ты не хочешь испытывать боль, которую они тебе будут причинять. Думаешь ты, потому что раньше ты испытывал боль, тебе создавали эти люди боль. Соответственно, ты защищаешься таким образом якобы, что тебе никто не нужен. Но со временем такие люди, которые говорят, что им никто не нужен, они попадают в депрессию. Как это происходит? Один день, второй, неделя, месяц, годами они ни с кем не общаются. В одиночестве и в какой-то момент, если у них действительно есть потребность в общении, действительно есть потребность, они скатываются в настоящую депрессию. И они не могут ее локализовать. Они не могут понять причину этой депрессии. А депрессия банальна, что у них эта потребность в том числе не закрывается. И пока они не поймут, что им нужны люди, что им нужны приятные люди, пока они не проработают свой страх людей, пока они вот эту защитную реакцию не уберут, к сожалению, эта депрессия будет с ними. Но понятно, что депрессия еще бывает разных причин, да, но вот одна из причин депрессии вот таких людей, это то, что они сделали, создали защитную реакцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!